Меня зовут Герман, я здесь на лечении своего сына Адама, у него аутизм, ему 6 лет. До полтора года развивался, как обычный ребенок, пошел там, сидел, ползал, все, обычно начиналась речь какая-то, мама, папа, вроде что-то. И вот буквально к двум годам просто все пропало, как будто просто на месте остановился и все. То есть мы сначала подумали, что у него со слухом проблемы, потому что он ничего не реагировал, ничего не слышал. Проверяли слух, как бы даже делали операцию, как бы нам сказали, у него в ушах сера не выходит, то есть надо операцию делать, мы сделали. Но как бы ничем не помогло это. В больнице нам тоже ничего не говорили до 3 лет. В 3 года мы пошли на обследование к врачу, нашему детскому. Мы ему начали рассказывать, что вот мы замечаем, что у него какие-то проблемы, что он то ли нас плохо слышит, то ли у него развитие остановилось. Нам сказал доктор, что он это уже давно заметил. Мы спросили, почему нам ничего не сказали, он сказал, что все равно раньше 3 лет ничего вы не можете сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... все говорили что в один голос это не лечится это неизлечимо то есть все смиритесь и рождать себе здоровых детей то есть это никак не поддается поддается коррекции они приучают их специально в германии много специальных школ для таких детей они как приучают их жить они там могут есть организации где них подучат чему-то есть там очень-очень много в германии потому что в германии знаю почему очень много детей с определенными недостатками очень много там ну вообще в общем людей даже и то есть для них там очень все развито в германии но то что касаемо излечения там я никогда не слышала много с кем общался узнавал читал искал ну все в один голос говорит что ничего нет к ну мы конечно расстроились ну начали искать какие-то варианты что можно делать чисто случайно я нарвался в ютубе на видео аркадия ребенок адам почти 7 лет проходит курс лечения у нас после родовой травмы повреждения первого второго шейного позвонка изменения внутри черепного давления изменения в коре головного мозга и соответственно клинические проявления я показал свои супруги моя супруга так как-то отреагировал сначала скептически ну я начал этим интересоваться да то есть аркадия потом юсефины лекции были потом давид и вот как-то мы сначала особо не придавали значение этому да а потом уже ну мы видели что нам никто не не помогает ничего я говорю давай попробуем мы созвонились поговорили и поняли что ну надо ехать же тихо не дергайся ложись на живот и быстренько давай 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 не не нет они так да конечно есть перемены сейчас чуть-чуть мы замечаем прессовать он начал да то есть до этого он просто там калякал что-то сейчас то есть он уже что-то придумывает например солнышко нарисую дерево нарисую человечков каких-то там глаза уши но уже руки ноги на первый взгляд кажется что просто порисовать подчеркать там что-то перерисовать это просто как бы толку нету но на самом деле это очень очень полезно полезно терапия да мы в этом сами лично на нашем опыте убедились вот они с аркадем здесь занимались то есть аркадий рисует и он должен это повторить вот это вот у него появилась тоже дома сейчас я ему дома что-то нарисую или моя супруга и он то есть смотрит это перерисовывает то есть вот это очень очень так у нас конечно впечатлило да да у него развилась способность к подражанию это как бы прямой путь в обучении ну и то что на мой взгляд происходит прямо во время курса этой именно его способность концентрации улучшается и способность к обучению стоп стоп а там стоп пока нету видишь солнышко появилось затем солнышко лучики опустились на землю ну чего появляется красиво расплывается тянутся солнышко можно можно посмотреть на примере что вот это как бы первые вот такие ласточки у нашего сына появился интерес к рисованию подражанием подражает даже уже что-то воображает то есть выдают какие-то свои рисунки то есть не перерисовывая что-то у него в голове видать там какие-то процессы начались да и что касаемо арт-терапии это очень очень полезная вещь я считаю для детей в плане развития отлично а теперь давали давай заполучить о по черным пошли ты продуманный человек системный проверю все белые клавиши теперь черную а а а а а а левой рукой и все подряд потом поизначал все черные клавиши потом начал сыграть какие-то мелодии но тоже молодец сегодня вообще ну папе дай ну а и и а и и и и и и Выходим с лечения, он говорит спасибо, до свидания. То есть, такое он уже может сказать. Раньше такого не было. То есть, начал еще больше нами интересоваться, то есть, на нас обращать внимание. Разглядывает глаза, уши, волосы, нос. Ну, вот такое я начал. Больше интерес к нам стал проявлять как-то. Со сном у него здесь изменилось то, что он начал днем спать. После лечения мы приходим домой, он раздевается, идет под одеяло и ложится спать. То есть, такого в жизни не было. Как нам Юсефа сказала, если спит, значит, это хорошо. Потому что, значит, подается лечению. Если хочет отдыхать, пусть отдыхает. Давиду с Юсефа я бы сказал огромное спасибо. Это люди, которые с Божьей помощью помогают детям таким. Мы им очень-очень благодарны. Мы их никогда не забудем, потому что без них они нам дали надежду на то, что наш ребенок будет полностью здоров.